Сколько сахара оптимально употреблять в сутки? Что станет самочувствием при сокращении сахаров в пище? Чем можно заменить сладости? Как повлияет уменьшение сахара в пище на тело? Обо всем этом узнаете, досмотрев видео до конца. Сахар является легко усваиваемым углеводом, употребление сладкой пищи приносит кратковременное улучшение самочувствия. Но через короткий промежуток времени возникает резкая слабость и сонливость. Отчего это происходит? В таких качелях общего состояния виновато колебание уровня сахара в крови. На увеличение концентрации глюкозы вырабатывается в избытке инсулин, который быстро расщепляет весь сахар и приводит к развитию гипогликемии. Именно поэтому после периода бодрости наступает время повышенной слабости, и сонливости. Сколько сахара оптимально употреблять в сутки? Под количеством сахара подразумеваются не только кусочки сахара в чай или кофе, а именно весь сахар, содержащийся в различных продуктах, а также фруктоза из фруктов. Сколько же можно есть сладкого? Количество всего суммарно употребляемого сахара не должно превышать 10% от дневной нормы калорий, то есть не более 50 грамм в день. Некоторые специалисты рекомендуют сократить данное количество вдвое, то есть существует мягкая норма суточного потребления сахара 10% от калорийности в сутки и жесткая норма, которая составляет всего 5% от суточного калоража. К таким нормам можно приблизиться, выполняя следующие условия. Не употреблять сладкие напитки, это касается как горячих, так и холодных, включая готовые соки. Отказаться от кондитерских изделий. Добавлять вместо сахара сухофрукты и свежие фрукты в напитки и пищу. Не утолять голод сладостями и мороженым. Почему следует стремиться к уменьшению потребления сахара? Что станет самочувствием при уменьшении сахаров в пище? Вот как изменится самочувствие. Перестанут беспокоить колебания настроения, которые происходили в результате колебания уровня сахара в крови. Наладится ночной сон, потому что не будет вслед за колебанием уровня глюкозы колебаться уровень гормонов. Сохранится работоспособность на высоком уровне при постоянном значении сахара крови. Мозг перестанет ждать сахарной подкормки, станет работать ритмично и ровно. Вместе с уменьшением количества употребляемого сладкого уменьшится, а потом и совсем пройдет сахарная зависимость. Чем можно заменить сладости? Содержащие сахар кондитерские изделия надо заменить сухофруктами и фруктами. Но не стоит их также употреблять килограммами, потому что входящая в их состав фруктоза, поступая в большом количестве, будет превращаться в организме в глюкозу и жиры. Также подойдет использование кленового сиропа или меда. Достойным заменителем станут финики или финиковый сироп. Как повлияет уменьшение потребления сахара на тело? Уменьшение поступления легко усваиваемых углеводов приведет к следующим изменениям. Улучшится состояние кожи, волос, ногтей, кожа очистится от прыщей, восстановит упругость и натуральный цвет. Стабилизируется артериальное давление. Нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы. Уменьшится масса тела, появится упругость мышц, восстановится двигательная активность суставов. Значительно снизится риск развития сахарного диабета, а следовательно и всех осложнений, связанных с этим заболеванием. Даже кратковременная диета с ограничением сахара значительно повысит ресурсы организма. Ну а что уж говорить про постоянное уменьшение его потребления? Не вздыхайте, шоколадную конфетку или пирожное домашнего приготовления употребить иногда можно, ведь все равно хочется себя этим порадовать. Только помните, что шоколад должен быть натуральным, а пирожное состоять только из полезных продуктов, как, например, пирожная картошка, в котором присутствуют грецкие орехи, сливочное масло и молоко. Эта сладость еще и полезна, но в целом помните, что сахара не должны перекрывать 10% суточной энергетической потребности. Субтитры создавал DimaTorzok